Здравствуйте! В эфире «Город С» Татьяна Дмитриева. Что нужно знать жильцам о проведении капремонта в доме? Что изменится в системе ЖКХ с нового года? Об этом мы говорим сегодня в нашей студии председатель общественного совета микрорайона Струковский, Ленинского района Самары, Надежда Курапова. Ваши вопросы по жилищно-коммунальной теме и мнения, насколько активными должны быть сами собственники жилья, озвучивайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что вы стали депутатом районного совета. Скажите, пожалуйста, чем вы сегодня занимаетесь в этом качестве и насколько вот эта позиция и ваши полномочия могут изменить ситуацию в масштабе района? В лучшую сторону. Есть у вас какие-то рычаги такие? Ну, депутатский корпус только сформировался и пока еще только формируем те комиссии, которые будут работать. У нас, например, в районе 24 депутата. Если раньше он был один, то сейчас 24. На моей территории, территориально-общественного самоправления, 4 депутата. Это уже большая сила. Если я раньше одна принимала все заявления, просьбы и так далее, то сейчас, в соответствии с графиком, все мы бываем на приеме, встречаемся с жителями, и не только на приеме, выходим на место, если есть какие-то проблемные вопросы, и затем аккумулируем все это на своей территории. И в общественном совете обсуждаем приоритетные направления. Что можем сами, объединив ресурсы общественного совета, то есть это те организации, которые находятся на территории, и самих жителей. И что не можем, значит, выходим выше. Либо это департамент, либо это уровень города, области, либо самого района. Потому что сейчас изменилась система финансирования районов с 2016 года. В каждом районе есть свой бюджет, есть определенные программы, по которым будет развиваться район. Потому что районам передали не только полномочия по своей территории, но и часть государственных полномочий. В том числе это и обеспечение тем же самым жилищно-коммунальными услугами. Ну и по проведению капитального ремонта. Это очень злободневный вопрос. Дело в том, что президент Российской Федерации подписал указ, что с 2016 года жителям, которые не платят за капитальный ремонт, будут насчитываться пени. Это было уже год назад, внесены изменения в жилищный кодекс, но не была определена дата, с какого времени начнут людей понуждать к тому, чтобы они платили. Если раньше она называлась пени, то теперь уже штрафы. Пока ставка не изменилась. Это 1,03 ставки рефинансирования. Но если каждый из нас посчитает просрочку каждый день, то это будет вполне приличная сумма. Вчера мы встречались с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, с Василенко Владимиром Андреевичем. Там будет меняться система проведения капитального ремонта. Если сейчас в течение 25 лет жители платят деньги... Они 30, раньше говорили о 30 годах. 30 лет. Платят деньги, и ремонтные работы выполняются там через каждые 5 лет, в зависимости от приоритета. То, что определили жители на общем собрании. То сейчас все-таки пришли к тому, что, по всей видимости, пусть будет меньшее количество домов, но нужно сначала дом отремонтировать, чтобы люди спокойно жили в хорошем, нормальном доме. Но они по-прежнему будут продолжать платить до тех пор, пока не выплатят вот эту сумму, которая была потрачена... Ну, это консолидированный же бюджет. Это деньги самих жителей, деньги города и деньги Российской Федерации. Потому что получается очень интересная история. Например, ремонтируют фасад дома. Значит, ну, панелями его закрывают, закрывают и все коммуникации, которые подходят к этому дому. Ну, например, газовое оборудование. Потом газовщики приходят, ищут свои вентиля, задвижки, чтобы открыть, закрыть, там провести ремонтные работы. Ну, аналогично то же самое проходит. Например, меняем кровлю. Затем им через пять лет начинаем менять коммуникации. Верхний розлив. Все трубы опять поднимаются на крышу. Это опять сверлим дырки и так далее. То есть, ну, как бы... А сейчас система будет другой, да? Другой. То есть взяли дом, определили очередность дома, и в этом доме будут полностью все ремонтировать. Да. Есть неудобства, однозначно, но что делать? Лучше жить в хорошем доме, чем в плохом. А конфликтной ситуации, Надежда Ивановна, не возникает? Вот когда приходят, вообще с чего начинается информация, проведение капремонта? С информации, наверное, жильцов, собственников, о том, что будет капремонт, да? И, наверное, какие-то конфликтные вопросы и какие-то проблемы все равно возникают. Ну, давайте я немножечко расскажу тогда о порядке. О том, что все дома сейчас выстроены в некую определенную очередность до 30-го года, и эту информацию можно получить как на сайте фонда капитального ремонта, так и, если человек не владеет, он может позвонить в администрацию своего района, там есть коммунальные службы, и ему скажут, на какой год ваш дом попал в программу проведения капитального ремонта. Вот буквально две недели назад нам передали дефектные ведомости на те дома, которые попали в программу проведения капитального ремонта на 16-й год. И мы эти дефектные ведомости отдали старшим по домам председателям МКД, где они, где жители проверили объемы, потому что там без суммы, без всего, ну, условно, дом четырехэтажный, высота перекрытия, ну, Сталинка, например, там, 3,20, посчитать это можно, количество стояков тоже посчитать, ну, хотя бы приблизительно, чтобы, самое главное, не было меньше, потому что больше... это полбеды. Акт выполненных работ подписывают по факту. Если там условно написано 2000 труп, фактически израсходовали там 1800, то есть вот эти 200, они остались. Какие конфликтные ситуации возникают с жителями? Да, совершенно разные. Есть квартиры, где полностью все отремонтировано, и жители не хотят, чтобы у них по новой сверлили дырки и так далее. Выходит по-разному, где-то уговаривают, в каких-то случаях жители этих квартир просто пишут заявление о том, что они обязуются в случае, если у них после проведения капитального ремонта произойдет какая-то протечка, он будет выполнять все работы, которые затопит. Да, можно решить. Можно решить. Поэтому, ну, мы все заинтересованы жить в хорошем жилье. А кто контролирует, насколько смета, так скажем, правдива? Потому что можно выполнить работы, одни за определенную сумму, одни и те же работы по разным суммам. В одном доме так, в другом так. Нет, дело в том, что... Почему мы с вами платим определенную сумму? Да, там, если это высотный дом, то 5,87, по-моему. Мы там платим 5,07, если это меньше пяти этажей. Все эти объемы были просчитаны Министерством строительства при формировании этой программы. Ну, условно, есть разные кровли, да? Да. Делают какую-то усредненную цену, и стоимость покрытия одного квадратного метра стоит вот столько. Стоимость прокладки, например, газовых труб или там отопления стоит столько. И, исходя из этого, определили. Конечно, платить, по идее, если бы мы платили все, мы платили баснословные цены. Поэтому и консолидированный бюджет. Ну, то, что эта цена будет меняться, это однозначно. Ну, рынок есть рынок, все меняется, поэтому это неизбежно. И это будет в 2016 году. Так же, как и все остальные тарифы. Надежда Ивановна, прерву вас, потому что много вопросов уже поступило. Почему закап ремонт берут с квадратного метра? Как же так? Почему не с площади? Если я пенсионерка, одна живу в трехкомнатной квартире, за что мне платить? Ну, дело в том, что у нас весь расчет всех услуг, которые мы получаем, за исключением коммунальных услуг, то есть от содержания жилья, так прописано в жилищном кодексе, что имея квартиру, мы имеем часть общедалевого имущества, которое находится за дверями вашей квартиры. Это лестничные клетки, это подвалы, чердаки, крыши, фасад дома и так далее. И все это привели к общей площади ваших квартир, собственников. Если я имею 18 квадратных метров, я, соответственно, и общей площади имею меньше. Если вы имеете 40 квадратных метров, и, соответственно, и общую площадь. И отсюда у нас идет и оплата. Ведь практически в наших квартирах сейчас мало что делается, за исключением тех стояков, которые проходят и являются общедалевым имуществом. Все остальное мы содержим сами в своих квартирах. Содержатся тепловые узлы, в те коммуникации, по которым течет вода, отопление и так далее. Следующий вопрос. Нежилое помещение, одноэтажное, отдельно стоящее в собственности, нам приносят квитанции за капремонт, мы должны платить. Должны ли мы за него платить или нет? Вы являетесь собственником этого жилого помещения, то есть вы собственник как бы частного дома. Нежилое помещение, одноэтажное, отдельно стоящее, но в собственности. И приносят квитанции за капремонт. И вот и спрашивают, платить за него или нет. Вы знаете, здесь, пожалуй, есть смысл разобраться. Фонд проведения капитального ремонта находится совершенно недалеко. Там есть телефоны, это дачная 24. Просто можно написать туда письмо и прояснить ситуацию. Возможно, у них в их данных, и причем это встречается не так часто, я сейчас объясню, почему. Есть какие-то разочтения. Возможно, это было какое-то муниципальное жилье, потом его выкупили. А у них числятся, возможно, еще старые данные. У меня вот так получилось по конкретно моему дому, где я проживаю. Наш дом числился до 2009 года памятником культурного наследия. А с памятниками это отдельная песня. Фонд проведения капитального ремонта эти дома не ремонтирует, потому что там особые требования. Должен ремонтировать Министерство культуры. Но Министерство культуры пока там не определилось, каким образом будет это финансирование. И нас поставили на проведение капитального ремонта в 2014 году. 2014 год проходит, говорю, что такое? Они говорят, а вы все еще памятник, поэтому мы вас ремонтировать не будем. Я говорю, а где вы почерпнули информацию? В открытом доступе. То есть на сайте Министерства есть вот такая информация. Делаю запрос, мне отвечают, ваш дом сняли в 2006 году. Мне пришлось ввести вот эту бумагу самой, и сейчас вот мы попадаем на следующий год. Поэтому надо... Все нужно контролировать, да. К сожалению, это так. И уточнять. Следующее сообщение. Нам закапремонт присылают 215 рублей. Потом их возвратят? Ну вот как вы считаете, если вы у себя в квартире ремонтируете, ну, условно, раковину, которая там засорилась или разбилась, как ее могут вернуть? Вам возвращают в качестве работы, услуг и нового, хорошего дома. Стоимость вашего дома просто повышается. Вам, наоборот, дают деньги. Конечно, мы постепенно ее будем выплачивать. Кредит определенный. И ваши деньги будут считаться в общей массе. Следующий вопрос также по капитальному ремонту. Есть ли исключение в оплате по возрасту? Я пенсионерка, мне уже 80 лет. Почему я должна платить? Вы знаете, такой вопрос рассматривается. Это точно так же, как налог на землю. Вот пенсионеры же не платят за свои дачи в каких-то районах. А в каких-то районах есть ограничения по возрасту. То есть полностью 70 лет тебя освобождают от налога на землю. Но это же федеральный проект. Это федеральный закон. Я еще раз говорю, его разрабатывают. В принципе, у нас же есть и местный закон, который, вернее, областной закон о проведении капитального ремонта. Встречались с губернатором, встречались с разработчиками. И такая идея есть. Причем она должна быть, как мы видим, дифференцирована. Это не только пенсионеры 80 лет, но у нас есть и люди, которые получают меньше прожиточного минимума. Они не знают, как оплатить текущие платежи. И это тоже необходимо. Конечно, какие-то формы социальной поддержки будут в обязательном порядке. Давайте тоже ждем всем. А вот еще была такая информация, может быть, это слух, что вот эту оплату за ремонт включит в основную квитанцию. И никто уже не отвертится. И все будут платить. Есть такая задумка, причем изменения, которые коснутся 2016 года. У нас появится новая квитанция, она будет отдельно, потому что вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора – это будет уже коммунальная услуга, вот как вода, как отопление, как сточные воды. В городе появится региональный оператор, единый региональный оператор, и эту квитанцию выведут. Но есть и хорошая новость. Общедомовые расходы, которые у нас сейчас в квитанциях присутствуют, они войдут в общую квитанцию. Они будут, конечно, их будут считать, потому что нам никто бесплатно ничего не дает, ни свет, ни газ, ни воду. Но они будут в содержании жилья. Да, все больше квитанции, как во всем этом разобраться. Будет дальше у меня вопрос, как можно экономить, вообще сэкономить, вот на чем экономить? Наверное, один ответ в счетчике, да? Установка приборов учета и энергосберегающие технологии. Других вариантов нет. На свете это двухтарифные счетчики, сейчас их довольно-таки много, большой выбор, и цены вполне приемлемые. По воде установка приборов учета. Вы уезжаете куда-то за город или на какое-то время дома отсутствуете. Если у вас нет счетчика, вам в любом случае норматив. Причем есть же федеральные законы, где нас обязывают установить эти приборы учета. И было в законе, что с 2016 года те жители, у которых нет счетчиков, по тарифу должен быть повышающий норматив, коэффициент применяться. Пока в связи с экономической ситуацией все это отложили, то есть никаких пока повышающих коэффициентов нет. Но я думаю, к этому вернуться. А льготы по установке счетчиков для кого-то существуют, для каждой категории или нет? Нет, потому что это тоже не все, наверное, сразу смогут купить, оплатить, установить. Вы знаете, буквально сегодня занималась вопросом по установке счетчиков для ветеранов Великой Отечественной войны. Там есть такая идея, что мы будем устанавливать пробный вариант для 20 жителей в Ленинском районе электрощетчики. И когда разговаривал со специалистами энергосбыта, тоже коснулись вопроса о пломбировке, он сказал, нет, а пломбируем мы, конечно, бесплатно. Но мы, говорят, и сами, в общем-то, есть группа, которая устанавливает. Причем мы очень лояльно относимся к жителям. И если уж там приходит пенсионерка, которая не в состоянии оплатить, мы делаем льготы, скидки и так далее. Поэтому у нас рынок сейчас очень большой. Нужно просто искать, смотреть и выбирать, что-то такое приемлемое. Следующий вопрос. Тоже капремонт тема. Говорили, что дети войны не будут платить за капремонт, но нам по-прежнему присылают эти квитанции. Ну, это продолжение нашего разговора, что этот вопрос решается. Неоднократно и общественная палата уже поднимала этот вопрос, и все другие общественные организации, и депутатские корпусы, что жители страдают, и надо как-то дифференцированно к этому подходить. Проект есть. Пока я не могу сказать, что конкретно выберут, какие категории, но я думаю, что это будет. Нашему дому 70 лет. На сайте по капремонту только крыша будет ремонтироваться в 2017-м. Почему? Ведь у нас все коммуникации старые, а в Кошеле в проекте в 2024-м будет полностью проведен капремонт. Как такое быть? Может, ведь это же новое жилье. Вот тоже люди уже сравнивают. Появилась информация в открытом доступе. Действительно, 70 лет дома только тогда-то, новый дом. Дело в том, что есть сроки реализации всего. Вот, например, условно, чугунная батарея, если вы посмотрите в ГОСТ, который существовал, то там через 25 лет мы должны их менять. Понятно, что этого не делалось. Что там в Кошелевом проекте? Возможно, у них кровля с каким-то покрытием, где срок службы через 10 лет просто-напросто, может быть, рассыпется. Поэтому нужно разбираться. Честно говоря, пугали. Нет, не-не-не, ради Бога. Я говорю, просто нужно выяснить, почему их поставили через 10 лет после ввода. Ну, не через 10, пусть через 15 лет. Значит, какие-то узлы, что именно конкретно, могут выйти из строя. Да, ведь для чего проводится ремонт? Он должен проводиться на опережение, чтобы дом работал безаварийно, чтобы где ничего не рвалось. И чтобы, если подходит какой-то срок, нужно заменить этот кусок, чтобы дальше дом продолжал функционировать. Поэтому нужно смотреть, что именно им поставили. А по поводу вашего дома, если вы считаете, что вам более важно сначала сделать замену коммуникации, у вас такое право есть. Для этого нужно провести общее собрание жителей, написать, составить протокол и передать его в фонд проведения капитального ремонта. У них есть согласительная комиссия, где вместо кровли вам будут менять коммуникацию. Ради бога, это все в ваших руках. Это активность жителей, активная гражданская позиция, которая должна быть. Следующий вопрос. Мы уже платим за содержание жилого помещения. Это и есть ремонт? И вообще, чем отличается капремонт от текущего? До сих пор путаница существует. Капитальный ремонт предполагает, что условно все трубы сняли, новые поставили. Текущий ремонт – это какими-то кусками, частями меняют для того, чтобы… Ну, вот зачастую заходишь в подвальное помещение, где-то там подкапывает. Обмотают там тряпками или чем-то замажут. Но это же не до бесконечности. Значит, пришло время вот этот кусок вырезать и просто заменить. Вот это и есть текущий ремонт. Капитальный – это когда убирается все, что было, и ставится новое совершенно. А вот покраска стен в подъезде, еще что-то, тоже текущий ремонт? Или это уже совершенно другая статья? Нет, мы говорили сначала про содержание, текущий ремонт и капитальный ремонт. Текущий ремонт – это как раз покраска подъездов. Это входит… Потому что раньше, насколько я знаю, существовали определенные нормы, там, красить подъезд раз в пять лет. Сегодня, по-моему, этих норм никто не придерживается. Дело в том, что текущий ремонт выполняется на доме, исходя из желаний жильцов и собираемости средств. Если управляющая компания условно говорит, у вас завтра ввод полетит, и вы вообще останетесь в зиму без отопления, и подъезд нужно ремонтировать, что жители выберут? Конечно, ввод. И потом смотреть, сколько в доме неплательщиков. Условно, там, вот, пятиэтажка, хрущевка, в год там собирается 80 тысяч. Что можно сделать на эти деньги? Да, эстетическая сторона страдает, потому что вот обшарпанные стены, да, очень неприятно. Я думаю, что вот не так уж много денег требуется на покраску, да, вот как-то все равно это можно... Это можно решить, если жители более активны. Вы знаете, у нас есть... И даже вот свою площадку, наверное, вот как-то вот на этаже можно собраться там... У нас есть такой пример, вот Фрунзе 146, где жители, каждая свою площадку выкрасилась в тот цвет, который они схотели. Получилось очень, кстати, красиво. Причем граффити там детки нарисовали, очень красивые картины. В других подъездах люди просто собирают деньги, ну и как бы делают скидку на тех, кто не может просто вложить деньги. Все зависит от желания. Ну и, конечно, контроль за управляющей компанией. Прежде чем приступать, вы написали, нужно провести ремонтные работы в подъезде, пусть вам сначала предоставят смету, смету дефектную ведомость и смету, что же в вашем доме будут делать и на какую сумму. И затем контролировать, если вы согласились на эту смету, если там написано, что штукатурка, двойная, тройная покраска, то выходите и фотографируйте, чтобы потом доказать, что смета либо завышена, либо выполнена не в том объеме. Вот до тех пор, пока жители не поймут, что... Вы же не пускаете к себе в квартиру там маляра, и за ним не смотрите, пусть он делает, что хочет. Такого же нету. Те же самые подъезды, это продолжение нашего дома, это общее долевое имущество, которое наше. Но вообще у нас вот люди, вы же очень много общаетесь с жильцами, как-то перестраиваются, начинают перестраиваться или нет? Начинают. Практически в каждом доме появился совет МКД, это те активные люди, которые... Вот именно свое пассивное отношение ко всему происходящему изменяется? Изменяется, изменяется. И когда мы отдали эти сметы, причем там сроки были очень жесткие, люди буквально за 2-3 дня провели собрание в своих подъездах, как бы оповестили, нашли специалистов, которые есть в этом доме, которые помогли просчитать эти сметы, там посмотреть, нести какие-то коррективы. Да, потому что одна из проблем, которая до недавнего времени существовала, да и сейчас в каких-то домах, собрать жителей на собрание, это очень большая проблема. Ну, если это касается ремонта, то жители, в общем-то, идут. Одно дело там собрать, я не знаю, поблагоустройство территории, потому что все равно, если у тебя течет крыша, тебе не до цветочков, которые там в газоне. Все зависит от проблемы. Да, от проблемы. Следующий вопрос. Когда будет введен личный кабинет, где можно будет посмотреть все платежи? Вот личный кабинет и... Личный кабинет... Сейчас очень многие федеральные структуры вводят вот эти вот на сайтах федеральных, но здесь вот... Навряд ли управляющая компания откроет такой кабинет. Во-первых, это очень затратно, это опять же будет делаться на ваши деньги. Если вы примете такое решение, ну, это должно быть 100% жителей, возможно, они вам сделают для вашего конкретного дома. Ну, а в принципе, те вопросы, которые у вас возникают в квитанции, у вас на руках. То есть, ну, какие могут быть вопросы? По перерасчету, по перерасчету, например, тех коммунальных услуг, они тоже все прописаны. Если вы условно уезжаете на дачу и привозите оттуда справку о том, что вы в течение месяца жили, и у вас нет прибора учета, то вам обязаны сделать перерасчет по холодной воде. Ну, лучше поставить прибор учета и не задумываться об этом. Ну, горячая вода у нас, к сожалению, по 1,12 везде оплачивается, за исключением ТСЖ, где они по 1,7. Поэтому посмотрим, как еще вот с коммунальной услугой, будет ли там перерасчет. Перерасчет. То есть, в коммунальной услуге есть федеральный закон 36-й, где прописано, что если ты какую-то услугу не получаешь или получаешь не в том качестве, которое требуется по нормативам, то тебе должны сделать перерасчет. Ну, это вот касается, например, отопления. Холм у тебя в квартире. У нас написано, что в угловой комнате должно быть зимой температура 22 градуса, а в этих квартирах не ниже 18-ти. Ну, конечно, 18-ти тоже некомфортно. Но бывают случаи, когда у людей 15-ти, 14-ти и так далее. Тогда идет снижение оплаты на каждый градус, который вы недополучаете. Конечно, это мизер, это хождение. Да, это доказательная база, это какие-то свидетели, которые все подтвердят. Это составление актов, это замер температуры с приглашением управляющей компании. Очень сложная, конечно, процедура. Лучше-то этого не допускать, лучше бы все работало у нас. Да, вот как строить взаимоотношения с управляющей компанией, чтобы эффективнее услуги от них получать, чтобы как-то можно на них воздействовать и кнутом, и пряником. Потому что очень сложно, конечно, это все приглашать, доказывать, ждать. Дело в том, что в любом случае не получится не взаимодействие с управляющей компанией. Ну, основа основ, конечно, это договор, где должно быть прописано абсолютно все, все шаги, и когда они должны приходить, и как они должны оповещать, и какие услуги они должны предоставлять, и сколько они стоят, и что будет в случае, если эти услуги не предоставляются, какие акты составляются, какие штрафные санкции и так далее. Но, к сожалению, большинство жителей, наверное, подписали не глядя, а зачастую даже и не подписали, когда выбирали эти управляющие компании. Но я хочу сказать, капля камень точит. Управляющих компаний довольно-таки много. У нас часто появляется, например, объявление, когда пишут вот люди, что будет ваша управляющая компания ликвидирована, давайте проведем собрание, выберите нас. Есть и такие, которые хотят войти. Да, так много, что даже вот есть случаи, что две управляющие компании обслуживают один дом, и каждый присылает свои квитанции. Бывает, бывает и такое, чего только не бывает в нашей стране. Да. Следующий вопрос. Обязательно ли должна быть смета на капремонт из-за всей виды работ у нас поменяли трубы, но сметы на это не было. По капитальному? Да, по капитальному. Обязательно ли должна быть смета на капитальный ремонт? Обязательно. Дело в том, что если это капитальный ремонт, то фонд проведения капитального ремонта не приступает к выполнению работы, не получив согласованную от жителей сметы. Скорее всего, это у вас были либо текущие работы какие-то через управляющую компанию, потому что там проводятся торги, назначается компания, которая будет выполнять те или иные работы на вашем доме. Они складируют в вашем же доме материалы, то есть они сразу выходят, находятся. Всегда можно поинтересоваться, уточнить, вообще какой вид работ проводится. Да прежде чем приступить к этим работам, ну как это, к вам въехали, не знаю кто и не знаю зачем, и почему они вообще эти работы выполняют. Следующий вопрос. Подъезды у нас очень грязные. Кто по закону должен в них убираться и кто отвечает за чистоту? Вот действительно, у нас меняется, да, с уборкой подъездов все время ситуация. Убираются то одни, то другие. И вот как-то вот... Ну это с 2006 года, насколько я помню, когда, в общем-то, и сейчас ежегодно мы получаем новые ставки на содержание жилья. Они вот в этом году, с июля месяца, опять повысятся там на какую-то сумму. И раньше была просто расшифровка всех тех услуг, которые мы должны были получать. С 2006 года, когда изменился закон, просчитали, что вот на содержание жилья там у нас семь категорий домов. Первая там улучшенная категория, вторая там повышенная. Немного времени. То есть вот сегодня можно жильцам нанимать, я так понимаю, да, вот самим как-то вот склониться? Можно нанимать, но хочется, конечно, и так платежи довольно-таки большие. Хочется, чтобы и управляющая компания предоставляла эти услуги. Но можно потребовать у них? А если вы на собрании принимаете решение, что в содержании жилья вот по той цене, которая есть, либо плюс там еще два рубля каких-то дополняете, или управляющая компания вам предлагает, что давайте вы чуть-чуть повыше будете платить, тогда мы наймем уборщицу и будем обслуживать ваш дом там с очередностью. Если вы хотите, чтобы она каждый день мыла, соответственно, платите. Платите больше. Либо раз в месяц и так далее. Ну, либо жители сами выходят из ситуации. Но вариант договориться с управляющей компанией все-таки есть по этому вопросу. Есть. Нужно идти и смотреть. Смотрите те суммы, которые собираются с ваших жителей, смотреть неплательщиков. Возможно, они даже скажут, вот 100% платим, и мы вам прям завтра же... Хочется ответить, Надежда Ивановна, последний вопрос. Я пенсионерка, инвалид второй группы, мне 84 года, ветеран войны. Должна ли я с таким перечнем категории платить за капремонт? Ну, к сожалению, пока льготных категорий нет. Я думаю, что он должен появиться обязательно в 2016 году, потому что разговоров много. А еще что в 2016 году? Очень коротко. В 2016 году, вот я говорю, появится новый оператор, появится новая квитанция по самым коммунальным услугам, появятся вот эти пенни, штрафы за те, кто не платит за капитальный ремонт, ну и будет продолжаться проведение ремонтных работ на домах. Это вот то, что касается жилого фонда. Ну и по территории. В каждом районе вот появился депутатский корпус, у которого есть свои программы, то есть будет продолжаться программа «Двор, в котором мы живем», будут сноситься аварийные деревья, сажаться новые. Поэтому работайте со своими депутатами и с районом. Спасибо большое, Надежда Ивановна, что пришли. Поздравляем вас еще раз, что вы стали с тем, что вы стали депутатом. Удачи, успехов. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин